С этого места, более того, вот с этого места, более того. Более того, я сторонник таких подходов. Пускай лучше пьют хорошего качества пива, чем пьют водку. Я сторонник, поддерживаю Михаила Задорнова. Жданого на вас нет. Лучше пить хорошую водку, чем наркотики употреблять. Тяжелые и прочее, прочее. Лекарственные и другие. Нет у вас Жданого, Оглова. Все должно быть в разумном, цивилизованном, культурном обществе. Если этого общества нет, никакой компании, ничего не запретишь. Добрый день. Смотрю, вы, выставка интересует. Не надо? Добрый день. Смотрю, вы, выставка интересует. Не надо? Добрый день. Смотрю, вы, выставка интересует. Не надо? На фобийности, на страхе, а отвращение от этого, вот человек тогда хотя бы будет понимать, что его ждет потом. Дни не разделились, одни говорят, что не надо это показывать. Надо, надо. Дело в том, что в обществе насколько может быть сниженной такой инстинкт самозащиты, вот я думаю, что, знаете, люди могут подписать документы на контракты какие, не вникая, что с этим следует. К сожалению, вот этот порог такого вот, знаете, самосборежения украинского, да, самосохранения, вот почему-то снижен у людей. Они могут, знаете, вот не рискнуть дорогой телевизор доверить какому-то мастер, а вот, к сожалению, свою жизнь может быть и... Поэтому я считаю, что эта технология очень удачная. Нужно показать, что это может быть. Тогда человек, может быть, больше будет задумываться, делать этот первый шаг. С какого возраста? Ну, да, тут вот есть мнение, что после 12 лет, и есть там специалисты-психологи-педиатры, наверное, которым будет более уместно задать отводы. Там есть научные обоснования, с какого возраста. Я работаю со студенческой средой, конечно, это уже с 18 лет, но нужно немножко раньше. Может быть, более мягких формах или специальных каких-то формах, методики для детского восприятия, потому что там могут быть потом какие-то последствия психики от таких фотографий. Но, по крайней мере, это должно быть. И дети должны этого просто бояться и знать, что за этим следует. Но я еще сторонник другого. Не только односторонние пугать, но, может быть, это не одни и те же должны организации или люди делать, но и создать условия, противопоставить, чтобы был выбор, альтернатива, как себя реализовать. То есть больше спортивных секций, больше, наверное, программ, которые могли бы создать условия для реализации человека, а все равно право выбора за человеком. Спасибо, спасибо. Кушайте и говорите. Сейчас время очень... Обожи... На время спрессового. Что говорите? Говорите. О чем? Ну, о том единственном. Единственный вопрос. Детская пьянство. Сумеем мы ему победить или не сумеем? Детская что? Пьянство, пьянство. Детская пьянство и наркомания. Сумеем мы Николай победить или нет? Или обречены? Потому что мнения разделились. Некоторые говорят, что мы обречены. И времени осталось... Как на Титанике, знаете, плывем. Там еще что-то наверху, там, Молодомор, Рус. Встречаю на вашу фронту. Я человек оптимист и верю в жизнь. И при правильной организации общения между людьми, правильном воспитании, эта болезнь может победить элементарно. А что делать? А что делать? Я так, из фронта сходов сказал, что бы я делал? Во-первых, надо начинать с наших детей. Закладывать с момента их рождения, воспитание закладывать тем, основные наши традиции, которые возвеличили бы человека. Понимаешь? У нас сегодня люди и детей зомбируют, начиная с первого класса. И методы средства массовой информации, и телевизор, и так далее, и так далее. Надо государственная программа по патриотическому и моральному воспитанию подрастающего поколения. Как понимаете, Виктор Федорович, государственную программу как бы сделает ее? Вот все говорят. Каждый второй говорит, что нужна государственная программа. Нужна государственная программа. Понятно, она же просится. Все говорят, что нужна государственная программа, но никто не знает, как ее сделать. Надо сначала программу разработать. Для этого должны быть подключены умы, а не политики, которые играют на пиар. Понимаешь? Кто Николая? Николая, можете назвать таких людей, которые могли бы разработать такой программ? Кроме вас. Кроме нас с вами. Вы и я. Два ума. Я считаю. Умящие. Очень тяжело отметить сходу на этот вопрос. На вытяжке у них края есть. Потому что, если анализировать их поведение, их мнение и отношения, и так далее, то, с одной стороны, они прекрасные люди, а по второй стороне, у них все-таки политическая амбиция играет свою роль. Есть такие люди, которые можно найти. Составляющие надо убрать. У всех всех. У нас не нужно будет. Более того, я же не буду баллотироваться именно по этой причине, чтобы не было никакой политической составляющей. Вот сегодня какое число у нас? Сегодня у нас... Второе. Второе сентября. Я официально заявляю. Я Юрий Юрий, который в этом городе знает каждая собака, баллотироваться не буду. Это прям как Глеб Жеглов. И даже если знают, чем я занимаюсь, а я... Буду баллотироваться из-за третий на мой возраст, потому что у меня есть знания, опыт и так далее, и так далее. И у меня люди, люди пришли ко мне, попросили. Виктор, баллотируйся там, где ты живешь. Я дал согласие. Я буду баллотироваться по третьим избирательным. Виктор, я буду вашим помощником. Я вам помогу баллотить. И вот тогда мы будем, имея своих представителей в городской власти, если будем мы иметь представителей еще в высших школах власти, тогда мы можем с вами составить программу, начать практическую деятельность, поискоронение от изла. Правильно. Согласен. Ну, то, что вы вместе... Как вы представляете? Сначала мне. Как удобно. Ну, вы мама, да. Сначала вам. Я Сатина Ольга Валерьевна. Мама олимпийского чемпиона. Александра Владимировича. Вот это, это олимпийский чемпион Сакин. Александр Владимирович. Мама олимпийский чемпион Сакин. С самого детства, вчера, 1 сентября, было ровно 10 лет, как Саша занимается в школе. Я его отвела... Прыжки на ботуте, да? Да, на прыжки на ботуте. Отвела его... Ну, не знаю, многие говорили, что, возможно, я жестоко отношусь к ребенку, что я у него отобрала детство. Потому что я сказала сразу, что будет тренировка, школа, домников и улицы. Так у нас и завелось. Это олимпийская медаль, да? Также, Саша, когда... Мы ходили в любую погоду, непогоду, ходили на тренировку. И... Саша, когда еще был маленький, говорил, я не хочу, я хочу спать. Не буду ничего. Ну, все равно... Я ему говорила, нет слова, не хочу, не буду, надо об этом все забыть. Есть слова, надо, я должен, я всего достигну. Ну, и Александр... А сколько, Саша? Вот сейчас тебе, Саша, сколько лет? Ну, вот, 24 сентября будет с ним жить. 17? Вот сейчас там на сессии будет приниматься решение о комендантском часе. Знаете, да, наверное, что только будет комендантский час, Николай. То есть в определенное время... Да, до 18 лет детям нельзя будет ходить. Вот, Саша, если тебя... Если ты примем сейчас, если тебя вот... Еще целый год на улице. Я даже не знаю, какой там штраф. Как вы считаете, это правильно или нет? Я считаю правильно. Потому что все-таки, когда дети выходят на улицу, уже как-то переживаешь за это. Чтобы они куда-то где-то... Я думаю, вы за Саша, наверное, не переживаете. Ну, все равно переживаю. Так или иначе, все равно друзья есть. Ну, у нее, правда, друзья хорошие, конечно, в основном. Ну, спить могут с толком всегда и в любое время. Подождите, я даже не хочу это спрашивать. Да нет, ну спрошу, у меня же стандартные вопросы. Я же всех спрашиваю. Саша, ну ты не куришь, конечно. Нет, нет. Ты пиво не пьешь. Нет. Джойстики эти все не пьешь. Нет, это, конечно, нет. По ночным клубам не ходишь. Нет, времени нет. Скажи, вот сейчас будет там... Твое мнение как? Будет сейчас приниматься решение о комендантском часе. Правильно это или неправильно? С одной стороны, возможно, и правильно. Тоже, что... Как-то больше уделяли там время где-то, как можно сказать, подростки, дети там в учебе или в спорту, вот как я, чем вот это где-то гулять по улицам, неизвестно, чем заниматься. Скажи, пожалуйста, вот если бы мама тебя не заставляла ходить спортом заниматься, ты бы, как, не занимался бы? Что-то мне не... Не хочешь... В принципе, я думаю, для себя я все равно занимался чем-то. И когда я маленький был, я хотел, ну, пойти на какой-то вид спорта. Ну, как хотел на футбол очень пойти, но не получалось садиком по времени. И потом уже, как началось... Приближалось дело к школе, я уже никуда ничего не хотел. Хотелось тоже погулять, как и детям. И в итоге мама пошла сама уже, да, с улицы, пошла сама. Выдернула с улицы его. Посмотрела, какие есть виды спорта. Привела меня в спорткомплекс «Заря», там, где я сейчас... Ну, ты же учился в обыкновенном классе, до какого класса ты учился в школе? До седьмого класса. До седьмого класса? Не, ну, в седьмом, наверное, еще мало вас в классе курило, там, пиво пили, или уже были? Да нет, в принципе, думаю. Ну, еще мало, да, они уже начинают где-то в восьмом, девятом. Ну, а сейчас, в принципе, я же тоже учусь в высшем училище физической культуры. Там тоже такого нет. Там не курят же у вас, наверное, спортсмены? Нет, нет, нет. Я думаю, что не курят. Там даже бывали такие случаи, что, может, и кто-то, если был, то сразу выгоняли. Мама, ваши пожелания нашему движению «Родители против наркотиков»? Такое появилось в Николаеве движение молодое. Что вы нам пожелаете? Ну, я желаю всем родителям хорошо смотреть за своими детьми, направлять их в нужное русло. Ох, поменьше улицы. Спасибо. Спасибо.